МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Доигрались. Из-за этой меди АБХССники отсюда не вылазят. Меня в обком дергают. Постоянно, туда-сюда. Что делать будем дальше? Павлович. Павлович. Ну, я же просил. Да, но... Ну, это и из обкома звонят. Вот опять. Слушаю. Да, слушаю. Что? Вызывают. Вы продолжайте. Ты понял? Ну что, товарищи, продолжим. 16 апреля 1981 года в Днепропетровске случилась трагедия, о которой тут же узнал весь город. В квартире директора прибора строительного завода обнаружили три трупа. Тело Павла Смирнова, хозяина квартиры, его жены Елены и старшего лейтенанта Сергея Углецова. Все трое убиты выстрелами из револьвера «Наган». Странно, что никто из соседей не слышал выстрелов. Револьвер был наградным и принадлежал хозяину квартиры. В ящике письменного стола сыщики нашли анонимки. В них сообщалось, что жена директора завода путается с молодым воедом. Судя по всему, картина преступления была следующая. Смирнов застал любовников на горячем и застрелил, после чего покончил жизнь самоубийством. Да. Ну, что думаешь? На первый взгляд, убийство и самоубийство. Хозяин квартиры обнаружил жену с любовником, схватил свой ногам, застрелил и потом сам того. Кто их обнаружил? Тела обнаружил Николай Смирнов, брат хозяина квартиры. Ваш брат, он что, нервный был? Как думаете, мог он застрелиться и жену убить? Ну, как сказать. В последних месяцах три-четыре какой-то дерганный был неприятностей на работе. Револьвер его? С войны еще. Где хранил? В ящике стола. Дронов, что у тебя? На револьвере отпечатки Смирнова, так что похоже на самоубийство. Что еще? В барабане револьвера есть один неиспользованный патрон. Покручу его. Ну, покрути, покрути. Угу. Патроны где хранил? В сейфе, как положено. А где сейф с патронами? В другой комнате. Идемте, покажете сейф. Семи патронов не хватает. Так это, портсигар пропал и золото Ленкиной побрякушки. Золото? Какой портсигар? Тоже золотой, ценный. Он здесь лежал. Что это значит? Не самоубийство? Мне прокурору докладывать? Что-нибудь еще пропало? Не знаю. А вот портсигар. Неизвестно еще, пропал или нет. Может, ваш брат все куда-то переложил. Мы поищем. Он здесь лежал. Я знаю. Так, ну дела. Чанцев, заканчивай с опросом соседей. Мне прокурору идти не с пустыми же руками. Ну что, готовы? Не добивай меня, Ткачук. Начну с простого. Экспертиза установила, что Смирнова и ее любовник погибли за два часа до того, как погиб Смирнов. Он что, убил их, а потом еще два часа думал, стреляться ему или нет? Не, он вообще не убивал. Как-то? А вот послушайте. В общем. Вскрытие установило. Елена Смирнова и Сергей Углецов умерли, когда директор еще был на совещании. Произошла инсценировка. Продолжай. У нас было шесть выстрелов. Понимаете? Шесть. А пороховые газы только здесь. Что тогда получается? Так может быть, когда кто-то держал руку и нажимал спусковой крючок. Вы только посмотрите. О, Александра Ивановна, вы уже здесь? Ну что у тебя, Андрей? Добивай меня, добивай. В общем, я провел экспертизу с извлеченными из тел пулями. И с полной уверенностью могу сказать, что револьвер, из которого стреляли, был с глушителем. А наган, который мы нашли, без глушителя. Стоп, 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 стоп. Что мне прокурору говорить? Не убивал директор завода женой любовника. У нас тройное убийство. Преступника пока нет. А цель? Цель? Кто цель? Жена, любовник, директор? Кто? Итак, Смирнов не самоубийца. Его так же, как и его жену, ее любовника застрелили. Вскрытие показало, директор завода погиб в рабочее время. Обед уже закончился, а вечер еще не наступил. Значит, кто-то выманил Смирнова с работы и заставил приехать домой. Это случилось во время совещания. Директор сорвался и уехал сразу после звонка неизвестного. Вполне вероятно, это был убийца или его сообщник. Оперативник выехал на предприятие. Встретится с личным водителем и секретарем Смирнова. Требовалось восстановить в деталях последний день жизни директора завода. Брат убитого сказал, что он сильно нервничал в последнее время. Знаете, почему? Ну, на личные темы я с ним не разговаривал. Может, про любовника узнал. Вот и. А на работе? Враги были? Да, как сказать. Он же директор. Каждый день что-то разруливал. И, если честно, кресло под ним зашаталось. Подробнее? Так об ИХСС проверяла. И давили на него. Вот он и сорвался, наверное. Думаете, Смирнов мог убить и сам застрелиться? Да, черт его знает. А вы почему спрашиваете? Это не самоубийство? В квартире директора приборостроительного завода Павла Смирнова застреленный хозяин, его жена Елена и лейтенант Сергей Углецов, любовник Елены. Первоначальная версия – расправа обманутого мужа, а затем самоубийство. Однако экспертиза устанавливает, Елену и Сергея убили несколькими часами раньше, когда директор был еще на работе. Чтобы расправиться с Павлом, убийца поджидал его возвращения домой. На заводе в последнее время проводили проверки сотрудники ОБХСС. Смирнов сильно нервничал по этому поводу. Боялся потерять должность. Вы знаете, кто звонил ему во время совещания? Нет, я не знаю. Это должна Лидочка, секретарь, знать. Мы во время совещания обсуждали важные вещи, телефонные звонки игнорировали. Отвечала секретарь. Сейчас я ее позову. Лида, зайдите. Вы знаете, с кем говорил директор по телефону во время совещания? Кто звонил? Это Сапко мы звонили. Требовали срочно соединить с директором. Я сказала, что директор на совещание этот Сапком накричал на меня. Павел Иванович. Ну я же просил. Да, но это из Сапкома звонят. Вызывают. А на чем уехал в обком Смирнов? На машине уехал. С водителем. Водитель это тот, который в предбаннике сидит? Ну да. Зовите его. Добрый день. Вы замечали в последнее время что-нибудь странное в поведении директора? Я на заводе работаю недавно. Привычек его особо не знал. Сядет на заднее сиденье и молчит. Документы свои смотрит. А вчера после обеда тоже молчал, когда вы в обком ехали? Молчал. Только в обком мы не приехали. А куда? Смирнов действительно приказал ехать в обком партии. Но на полпути потребовал остановиться. Дальше я сам. Завтра утром, как обычно. Бывай. И где вы его высадили? Да прямо возле дома. В квартале вот. А дорога в обком обычно через дом Смирнова пролегает? Ну да. Директор ведь там живет, в центре. Жил. А когда вы его высадили, ничего странного не заметили? Может, кто-то подходил? Кто-то ждал его? Парень высокий. Завтра утром, как обычно. Давай. Выйдя из машины, Смирнов пошел в сторону своего дома. У подъезда к директору завода подошел высокий парень в спортивной куртке. Что? К молодой жене спешишь? И куртка такая с ромбом на спине. С каким ромбом? Да вот с таким вот. На всю спину. Да что мне ромб? Лицо. Лицо знакомое было? Откуда же поступил звонок, который заставил директора сорваться во время важного совещания? Может быть, и в самом деле из обкома? Дело в том, что на заводе, которым руководил Смирнов, шли проверки. Работали сотрудники АБХСС. Недавно возле Ужгорода задержали машину с листовой медью. По документам это был металлический лом с завода. Вызовы в обком в те дни не редкость. Звонок отследили. И выяснилось, что за час до гибели Смирнову звонили не из обкома. Кто-то воспользовался уличным телефоном-автоматом, который стоял в сквере. Складывалась такая картина. Неизвестный предварительно убил жену Смирнова и ее любовника, а потом выманил самого директора. Видимо, сообщил об измене супруги. Нажал на болевую точку. Сыщики понимали, что им противостоит хитрый оппонент, который знал о семейных проблемах Смирновых. В сквере оперативник Чанцев опросил мам гуляющих с детьми. Добрый день! Вы тут часто гуляете? Каждый день. Два дня назад... Тшш! Ребенок же спит. Два дня назад в обед вот к тому телефону мужчина подходил. Вы его не видели? Нет, не видела. Тут, дай бог, за ребенком следите. А вы кто? Я из милиции. Оперуполномочий Чанцев. Ой, как замечательно. А помогите нам, пожалуйста. Дело в том, что ежедневно в сквер приходит какой-то странный мужчина. Достает шахматную доску, раскладывает ее и начинает стучать фигурами. И чего тут странного? Есть такие спецы, сами с собой играют, не обязательно сумасшедший. Да не играет он. Он достает фигурки и начинает ими тарабанить, как пулемет. Быстро-быстро. Разберемся. И где он? Ой, а нет его. Так-то он каждый день сидит. Неизвестный шахматист мог быть свидетелем. Пеньки, на которых он обычно сидел, располагались близко к телефону-автомату. Интересно. Вот мой телефон. Зовут меня Дмитрий Чанцев. Как только появится этот одинокий шахматист, звоните. Если меня не будет на месте, передадут. Ой, спасибо вам большое. Ну-ну, не кричите. Ребенка разбудите. Спасибо. Сразу после беседы с молодыми мамами оперативник Чанцев отправился к следователю Симашко. Видели, кто звонил? Не, но есть еще надежда, потом расскажу. Давай, докладывай, цегловая. Ага, ну, на неиспользованном патроне я обнаружил отпечаток пальца. И он не принадлежит ни одному из убитых. Хорошо. Найдем, у кого был мотив, сравним. Да и дело с концом. Да, Чанцев? По поводу мотива. Думаю, нужно поискать на заводе. С чего это вдруг? У нас же любовная версия. Ну что, убитый не один любовник был. А на заводе АБХСС проверки. Левый металлолом. Стоп, стоп, стоп. Пусть этим АБХСС и занимается. Не будем мешать коллегам. Чем мы им помешаем? У нас убийство тройное. Не кипятись. Любовную версию отработаем. Если ничего, тогда и к заводу вернемся. Как скажете. Что еще? Ну, глушитель... Понятно, скучно. Теперь я. Я побывал во дворе убитого, поговорил с соседями, знакомыми. Те сказали, что к директору пару раз приходил сын от первого брака. Почему нам это интересно? Сын носит курточку с ромбом. А по словам водителя, прямо перед смертью к Смирнову подходил какой-то парнишка в куртке с ромбом. Да, я это запишу. Прокурору доложить надо. А что за куртка такая? С ромбом и надпись... И... Итвро. Чего? Николай, че, ну дай гляну. А, так это Умбра. Ну, я не знаю, мне пацаненок во дворе написал. У него еще глазища горели, когда про куртку говорил. Ну, ясное дело, горели. Фирма Ажи. Адидас, Пума, Умбра. Спортивная одежда и обувь этих марок – мечта миллионов советских граждан. После Олимпиады 80 с Адидасом стало полегче. Его начали выпускать в СССР по лицензии. А вот фирменный ромбик марки Умбра встречался реже. На чемпионате мира по футболу 66-го года эта фирма одевала 14 из 16 команд-участниц. Со своими комплектами приехали лишь сборные КНДР и СССР. Даже если на советских спортсменах и появлялась иностранная форма, фирменные значки на ней заклеивались лейкопластырем. Делалось это по настоятельной просьбе спортивного руководства страны. Пообщайтесь с сыном. С высоким парнем в куртке с ромбом. С ним. Если надо будет, опознание водителем Смирнова проведем. Ну, все. Я к прокурору. Оперативник наведался в институт, где учился Роман Смирнов. Ему подсказали, где можно найти парня. Роман Павлович, здравствуйте, милиция. Ну, Роман Павлович. Примите мои соболезнования в связи со смертью отца. Да что там? Такое бывает, когда... Вам будет неудобно говорить с молотком в руках. Ничего страшного. И все же. Я так понимаю, вы с отцом не ладили? Он нас бросил с матерью. Променял нас на молодую шлюху. Ну, уже два года прошло. Я только недавно узнал, когда я с армии вернулся. До этого боялись мне сказать. Думали, застрелюсь. Поэтому не два года. Совсем недавно. А почему вы так к погибшей? Что-то знаете? Знаю. Я видел, как она к себе домой кобеля водила. Вернувшись из армии, Роман искал встреч с отцом. Хотел получить объяснение по поводу развода родителей. Поэтому караулил его во дворе. Увидев Елену Смирнову рядом с молодым офицером, сразу понял, они любовники. Парочке плохо удавалось скрывать связь. Ну, ладно, видели. А сами-то где были 16-го, когда отца убили? Дома. Вещи собирал. И отца не видели? Глаза не видел. Ладно, поехали, будем проводить опознание. Какое опознание? Водитель отца твоего видел, как к нему подходил парень в куртке с таким ромбом на спине. Таких курток в городе немного. Да и ты, парень, приметный. Ну, видел я его. Видел, я... Я выходил перед отъездом в магазин за завтраком туриста. И видел, как он с машины вышел. Бывай. Что? Молодой жене спешишь? Ты? А того сына не замечаешь. Ром, ты прости меня. Отец был не похож сам на себя. Роман не мог вспомнить, чтобы отец когда-то просил прощения. И парень растерялся. Я не убивал папу. Я не убивал папу. Разберемся. Эксперт-криминалист снял у Романа отпечатки пальцев и сделал смывы с рук, шеи и даже ушных раковин. Сыщики искали следы пороховых газов. Александра Ивановна. Давай, заходи. У нас тут все темы кончились. На неиспользованном патроне отпечатков пальцев Романа не обнаружено. Также на теле одежды парня следов пороха не найдено. У следствия нет больше к вам вопросов. Гражданин Смирнов. Разве что вы не замечали, в подъезд кроме любовника Елены входил кто-то посторонний? Нет. Вспомните, сообщайте. Хорошо. Пускаем мы что-то, пускаем. Ты о чем? А что если целью преступника был не директор и не его жена? Любовник? Может лейтенант Углецов врагов нажил, а? Довела его, Ленка. Довела. А вы что, знали о том, что у сына отношения с замужней? Так он же с ней, с незамужней еще встречался, когда в школе учились. Замуж ее звал. Да какое там. Ленка за Смирнова пошла. У него денег куры не клюет. В золоте купалась. Ну, понятно. А у сына враги были? Ну, что вы. Сереженька хороший мальчик был, и друзья у него хорошие. По службе тоже все отлично шло. Ленка виновата. Ленка шалава. Крутила со всеми подряд. С кем? Ну, я же их не считала. Ну, вот недавно по улице иду, а она сидит в кафе и не прячется прямо. Проходя мимо летнего кафе, женщина случайно увидела Елену. Она разговаривала с каким-то неизвестным мужчиной. Мужчина вел себя грубо. Оскорблял Елену. Понял? Да пошла ты, идиотка! Дура! Тише. Ненормально. Неожиданно к Елене и ее собеседнику подбежал Сергей и стал драться с хамом. Здравствуйте, тетя Том. Бандит, понимаете? Вот просто настоящий бандит. Почему вы решили, что Елена сидела в кафе с бандитом? Порядочные люди ж наколки не делают. А у этого... Ну, как из тюрьмы. Разрисовано на руках. Погибшие Сергей Углецов и Елена Смирнова конфликтовали с человеком, внешне похожим на рецидивиста. Оперативник Дмитрий Чанцев посоветовался с коллегами. Под описание седой с татуировкой Магадан подходил некий Александр Братко. Сидел трижды за нанесение тяжких телесных повреждений. А Братко ходила молва, что он за деньги на все готов избить, запугать, вытянуть долг. Правда, никаких прямых доказательств, подтверждающих слухи не было. Мать Углецова узнала Братко по фотографии. Теперь осталось установить, что связывало Елену Смирнову с рецидивистом Братко. Гражданин Братко, милиция, проедемте с нами. Куда дергаешься стоять? Отпусти, начальник. Сам пойду. А вот и золото. Вещь док на лицо. Рыжье мое. Личное. Кореш подогнал. А может, ты его в квартире Смирнова нашел? В сейфе? Это директор завода который? Э, не. Ты что на меня три трупа вешаешь? Соображаешь, Братко. А что там за ссора была в кафе? Да жена этого директора на меня вышла. Намекала на это. Да говори уже. Да что говорить-то? Я слышала, о тебе многое говорят. Вот думаю, может, ты и мне поможешь. Елена Смирнова хотела избавиться от мужа. Спросила бывшего уголовника, сможет ли он решить эту проблему. Ты что? Ты что? Одно дело. Морду бить, а другое убить. Ты вообще думаешь, что предлагаешь? Я хорошо заплачу. Но ты не понимаешь, очень хорошо. Я не возьмусь за это. Не возьмешься? Тогда я найду, что сказать мужу, и он через свои связи тебя еще раз отправит в Магадан. Понял? Да пошла ты, идиотка! Дура! 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 Вали отсюда! Ты кто? Вали, сказал! Перестань успокоиться. Много денег предлагала? Точно не говорила. Только рожья на ней было, как на елке игрушек. Недаром со старым хрычом в постели кувыркалась. Где был 16-го? Николаеве я был. 14-го числа кореш откинулся. Вот у него на хате и гудели. Золото откуда? Она сама мне его дала. Через пару дней встретила, опять просила, чтобы я ей с мужем помог. Золото сама дала. А я что, дурак от рожья отказываться? Мы проверим. А ты посидишь пока. ЗВОНОК Это тебя. Ты женат? В разводе. Женщина на фоне ребенок плачет. Оперативника нашла молодая женщина. Та, которую Чанцев опрашивал в сквере. Она сообщила, что на пеньках вновь появился подозрительный шахматист. Тот самый игрок, которого все мамочки и дети района считали сумасшедшим. Чанцева, напомню, он интересовал, как потенциальный свидетель. Шахматист мог видеть, кто звонил из телефонной будки в кабинет директора Смирнова. Оперативник сразу же выехал в сквер. А вот он. Вон. Опять пришел сюда. Стучит своими шахматами. Я разберусь. Чанцев немного понимал в шахматах. Заметил, что мужчина фигурами водит не хаотично. Ходы правильные. Оперативник догадался. Перед ним высококлассный шахматист. Здравствуйте. А вы кто? Я из милиции. 16 числа вы ведь играли тут, да? Да. 14 часов 47 минут в этой будке видели кого-нибудь? Около трех высокий, крепкий мужчина звонил из будки. Аккуратный такой. Аккуратный? Почему вы так решили? А он позвонил и трубку вытер. Машина его тут стояла иностранная. Не завелась. Иностранная. Какая марка? Я в марках не разбираюсь. Ну, ромбик был. Машина завелась не сразу. Мужчина сильно нервничал. Но проходившие парни помогли завести иномарку. Значит, марку вы не знаете какая. Как я говорю, не разбираюсь. Ну, иностранная. Ромбик точно был. Ну, ромбик. Опять ромбик. Советский автопром не баловал потребителя. Выбор был небогатым. Москвич, Жигули, Волга, Запорожец. Но людям хотелось импортного. Иномарки были огромной редкостью. В Москве все знали иномарки Владимира Высоцкого. Их ему привозила жена, Марина Влади. Рено, которую он разбил, и Мерседесы. Один из Мерседесов Высоцкого был точной копией машины генсека Брежнева. И милиционеры отдавали актеру честь. В ГАИ сообщили владелец автомобиля Рено с государственным номером 8977 гражданин Тимофеев. В прошлом военный летчик. Работает начальником охраны приборостроительного завода. Предприятие, которое возглавлял Смирнов. Оказалось, что Тимофеев проходил свидетелем в деле о хищении цветных металлов. Следствию стало известно, что на завод Тимофеев устроился благодаря протекции самого директора Павла Смирнова. Оперативник встретился с братом убитого. Тот рассказал, что хорошо знает Тимофеева. Тот был вхож в дом брата, часто бывал в гостях. Дело в том, что Павел Смирнов и отец Тимофеева – однополчане. Воевали вместе 42-го. Как-то друг попросил директора завода пристроить своего сына, военного летчика, который рано ушел на пенсию. Смирнов согласился и взял Тимофеева на должность начальника охраны завода. В благодарность за сына однополчанин подарил директору завода золотой портсигар, тот самый, который потом исчез из сейфа убитого. Чтобы не осталось сомнений, машину и водителя должен был опознать шахматист. Эта машина? Оно самое, с рубиком. Рено называется. И хозяина тоже узнали, Тарас Петрович? Чего ж не узнать. Он и куртка на нем, так же, похожая, как у летчиков. Летчики, они по этому делу большие специалисты. Не употребляю. Тоже не употребляю. Извините, служба. В квартире директора прибора строительного завода Павла Смирнова застрелены хозяин, его жена Елена и лейтенант Сергей Углецов, любовники Елены. Выяснилось, убийца вначале застрелил любовников, а затем выманил Павла Смирнова с работы домой, позвонив ему из телефона автомата. Свидетель видел мужчину, который в это время звонил из автомата. У него была приметная машина. Рено белого цвета. На таком автомобиле ездил начальник охраны приборостроительного завода друг Павла Смирнова, Василий Тимофеев. Чего надо? Поговорить. А позже нет? Гражданин Тимофеев, зажигание. Выходите из машины. Приехал ты, Тимофеев? Рассказывай. Да нечего мне рассказывать. А вот за это вы еще ответите. Хватит! Что делал 16-го с 14 до 18? Не помню. Это рабочий день был. А вашу машину видели в парке. Почему вы были не на работе? А, вспомнил. Мотор барахлил. Отпрашивался я с работы, чтобы поехать на СТО, потому как СТО в рабочее время работает. Ты где же у нас Рено ремонтируют? В парке? Не, ну, возле парка заглох. Там еще мужики проходили мимо, подмогли. Я с толкача завелся. О, а вот это уже ближе к делу. Чего это? Да вы найдите этих мужиков, у них и спросите. Уже спросили. У нас есть свидетель. Он видел, как вашу машину толкали в парке. А перед этим вы звонили из телефонной будки в кабинет Смирнова. И это мы тоже проверили. Ну, ладно. Здесь все вроде бы ясно. Позови Дронова. Пусть берет отпечатки. Это дактилокарта Тимофеева. Это его отпечаток был на патроне, который остался в барабане револьвера. Теперь у следствия сложилась вся цепочка. Сначала Тимофеев убил Любовникова, затем позвонил в кабинет директора завода и выманил его домой. Однако следователю Симашко этой информации было недостаточно. Она распорядилась обыскать квартиру и рабочее место Тимофеева. Искали содержимое из сейфа директора завода. Прошу вас смотреть очень внимательно. И вас, товарищи понятые, прошу смотреть внимательно. Обыски по месту жительства и на рабочем месте Василия Тимофеева не принесли результатов. Оставалась дача. Обыск продолжался третий час. Ничего, что говорило бы о причастности хозяина дачи к тройному убийству, не нашли. Попрошу вас, гражданин Тимофеев. Чего? Дурачка не изображайте. Валер! Валер! В спинке скамейки, на которую сразу же по приезду на дачу сел Тимофеев, оперативник Чанцев нашел тайник. Прошу смотреть. Куда? Добегался, летчик? Да, это брата портсигар. Так это ты, сволочь, Пашу? Ты же у него дома бывал. Ну, идемте, идемте, Николай Иванович. Брат погибшего директора завода Николай Смирнов опознал золотой портсигар, который пропал в день убийства. Вы, Тимофеев, глушитель с собой принесли, сделали свое дело, протерли револьвер, а вот оставшийся в барабане патрон нет. Я... И глушитель уже на экспертизе. Крышка! Я... Осознав, что запираться бесполезно, Василий Тимофеев начал давать признательные показания. У Смирнова заместитель такой был, Василенко. Это он все придумал. Нас в Ульгороде партнеры, мы им лом цветных металлов отправляли, а они оттуда уже за границей. За всем Василенко следил. А директор получал проценты и радовался, лишь бы девахи своей золотишко покупать. И всех все устраивало, пока машину с медью не остановились для проверки. Вот тогда-то ОБХСС и заинтересовалась руководством. Все, ребятки, лавочка закрывается. Я так не договаривался, чтобы ОБХСС у меня прописалась. И садиться я не собираюсь. Иваныч, не гони волну. Работа у них такая, обычная проверка. Да что ты говоришь? Да когда это было, чтобы ОБХСС просто так наведалась? А машина под Ужгородом? А встречные проверки? Вот у меня где это все. Так ведь и не даром. А ты поговори мне. Если что, мне сидеть. Я один по документам прохожу. Все, разговор окончен. А ты что молчишь? Объясни ему. Ну, и так понятно. Ну, если все понятно, я уезжаю. Меня дома молодая жена ждет. Все, все. Всех денег не заработаешь. Документы сжечь. Я проверю. А ты закроешь здесь все. Ну, вот Василенко мне и говорит тогда, мол, убирать надо Смирнова. Похоронит он нас. Ясно. Как осуществили свой преступный замысел? Тимофеев следил за женой Смирнова. Выяснил, в какие дни к ней приходит любовник. После отъезда Смирнова на работу ждал появления любовника Елены Смирновой. Через 20 минут после того, как Сергей Углецов вошел в квартиру своей любовницы, Тимофеев вышел из машины. Откуда у вас появились ключи от квартиры? Так Василенко дал. Он как-то дубликат сделал, когда они были в командировке с директором. Потом что сделал? Револьвер из ящика стола взял. Патроны я с собой принес. Достав револьвер, Тимофеев набил барабан патронами. Накрутил глушитель. После этого тихо прошел в спальню. Тимофеев убил любовников первыми двумя выстрелами. Остальные сделал, чтобы запутать следствие. Дверь закрыл, на завод поехал. Стал дожидаться, когда начнется совещание. Потом поехал к телефону-автомату? Ну да. Позвонил. Рыношка моя забарахлила потом. Ну я распсиховался. Мужики помогли. Я машину спрятал в соседнем дворе, чтобы Смирнов не догадался, не увидел ее. Ну и стал его дожидаться выглядывать из окна кухни. Увидев, как Смирнов заходит в подъезд, Тимофеев затаился в спальне. Лена? Тимофеев оглушил ошеломленного Смирнова сильным ударом в висок. В эту же точку, чтобы не выдавать себя, выстрелил. Что потом сделал? Я у него из кармана ключи от сейфа взял. Достал оттуда патроны, вроде ими стрелял. А портсигар зачем забрал? От жадности? Отца этого моего портсигара. Умер он недавно. Ну я не смог оставить. Вы все время о Василенко говорите. Может, вам так удобно? А воровали сами, убивали сами. Василенко и Смирнов воровали. Я глаза только закрывал на это все. А ведь вы бывший офицер, Тимофеев. Я требую очную ставку с Василенко. Я все готов рассказать, что знаю. Свою шкуру спасти рассчитываете. В ходе следствия понадобилось несколько очных ставок между бывшим начальником охраны завода Василием Тимофеевым и бывшим заместителем директора Степаном Василенко. Показания Тимофеева и найденные при обыске дачи Василенко денежные средства и драгоценности полностью доказывали вину Василенко в хищениях социалистической собственности в особо крупных размерах. Начальника охраны Тимофеева осудили за тройное убийство. Заместители директора Степана Василенко за хищение и соучастие в убийствах оба были приговорены к исключительной мере наказания.